Часть докладов, как и мой, они больше академические, больше свечены каким-то вопросом назывательным. И будут представлены доклады, которые являются практически-практически не навыками каким-то, насколько это возможно в рамках френдарных конференций. И часть докладов, которые представлены работами практически не очень работами в программе «Доктор». Фундаментальная клиническая физиология – это основа как для диагностических, как и для лечебных технологий, которые применяются в лунальной медицине, педиатрике, консервативной опекидине. И вопрос ведь состоит в том, что все мы занимаемся каким делом? Мы ведь лечим один объект – это человек. И есть та субстанция, тот субстрат, на который направлено наше лечение. И для лимональной медицины это является наибольшим вопросом, как говорили на конференциях 20-го съезда, что мы постигаем 20 лет проблему или 40 лет проблему и не можем ее постичь. И это хорошо, потому что безградно то поле, которое мы можем познавать. Но есть и те основные вещи, которые уже сейчас можно выделить. И, собственно говоря, выделить тот объект, что же лечит лимональная медицина. И я хочу представить, как это видится физиологам. Если говорить целиком, то есть фундаментальные науки, а есть прикладные. Ну, в общем-то, медицина – это укладная наука. И основывается она на тех данных, которые есть в физике, в биологии и в том числе в физиологии. Подобная русская высшая клиническая лечебная школа, она включает в себя и мануальную медицину. И основывала наша мануальная медицина на принципах функциональной анатомии, фундаментальной физиологии. Она интегрируется с владениями, практическими навыками, которые не всегда обоснованы теми положениями. Но с каждым годом, с каждым десятилетием все больше находят подтверждения. То, что люди знали практически годами, и то, что подтверждается уже научными исследованиями. Это относится, в частности, и к ортопедии, и к развивающимся новым специальностям. Физиологи, надо говорить о том, что есть такой рецепторный вход, и если мы на него воздействуем, и есть аффилентный вход, то все то, что поступает в систему, которая анализирует, или как-то это все перерабатывает, и изменяя эти параметры, мы можем влиять на человека. Здесь я хочу перечислить тех людей, кто есть. Алексей Георгиевич Смаратов, и это человек, который занимается навкой в ведущем Центре Российского научного центра, это Российский научный центр восстановительной медицины и корректологии. С 70-х годов постигает эту проблему, и знание по физиологии, и анатомии, обширный, и клинический опыт. И он выражает те действия и мысли, которые, те действия, которые проводят с пациентом, контактным его воздействием, языком клинициста и человек науки. Анатолий Тимофеевич Негорский, это человек, который первым обучился в муальной медицине в Чехии, в Праге в 68-м году, Карл Лейбович Левит, и тогда в странах СФ и в западных странах уже официальная наука подняла эту проблему, и научный институт нейрохирургии, который возглавлял Карл Лейбович Левит в Праге, тогда уже как раз этими проблемами это решал вопросы пациентов многие. Мы видим Старикова. Это человек, главный специалист по лечебной физкультуре 6-го военного министерства обороны Российской Федерации, он работает в 6-м господине в Москве, мануальный терапевт, изучает и остеопатию, видите, 7-го, чрезвы. И Владимир Ильич Нечаев, человек, врач спортивной медицины, он мануальный терапевт, и сейчас дает экзамен по остеопатии. Ну, в ближайшее время пишет работу и дает по остеопатии. Человек, который начал заниматься проблемой стопы и влиянием биомеханики стопы и рефлексов стопы на поддержание вертикального положения человека и постчеловека и автоматизмом, мотивацией, автоматизмом ходьбы и поддержанием вертикального положения. Так вот, что же составляет нашу общую проблему? На мой взгляд, это то, что физиологи называют двигательной системой. Что в нее входит? Здесь вы видите картинки, которые, в общем-то, известны из учебников. Мы видим рефлекторные цепи. Но рефлекторные цепи чего и как они обустроены? Это самая известная нам сенсор. Прикроватывающий или вставочный нейрон. И двигательный нейрон. И, собственно говоря, эффект от скелетной мышцы. По такому же принципу устроена и автоматическая система, вегетативная. Хочу отметить, что вегетативная двигательная система, она иннервирует и гладкую мускулатуру. Но она же иннервирует и клетки-экскректоры химических веществ. Эндогринные клетки. И, фактически, именно ответной, эффекторной или двигательной системой является не только то, что перемещает в пространстве нас, но и то, что вызывает перемещение мелких молекул химических, которые имеют большое последствие. Это как раз эндокринная система, которую выделяют отдельно. Хотя физиологи говорят, что к системе такой нет. Это просто части гоморального влияния, которые находятся в составе других функциональных систем. И здесь мы видим, что в каждом сегменте, в каждом метамерле расположены сегментарно, они рядом. И между ними есть вставочные нейроны. Так, небрежно названы, так, всего лишь навсего вставочные. Это не вставочные, это та нейрональная сеть, которая и обеспечивает, собственно говоря, координацию и согласованную работу всех этих мотор-нейронов в каждом сегменте. Поэтому и видя нарушения в каком-то одном из участков, мы можем предполагать, что есть что-то другое. Делать его до следующего. Касающиеся как работы внутренних органов, располагающиеся здесь так, и регуляции работы эндокринной. И мы видим, что кинематическая цепь при воздействии в каком-то одном ее звене будет реагировать целиком, потому что эта сеть, это как гидра. Если мы ее укололи в одном месте, она среагирует всеми местами. Это та часть нашей нервной системы, которая работает как нейропи. Может, следующая? Ну и та часть, которая имеет большое отношение к кинематике. Ведь известны, что есть ли при стульозе, там, где давление на тело позвонка больше, там он не растет, и там, где давление меньше, там он не растет. Вот так он идет, как гидра-холь. И не так давно, в начале этого века, в конец прошлого, были проведены, физиологи провели исследование, в том числе и в России, о том, что существуют механо-сенситивные регионные каналы, или механо-кальбулированные регионные каналы. Мембрана клетки и цитоскелет, прикрепленный к этому каналу, натягивает, изменяет его конфигурацию, меняет съемный поток. Таким образом, давление впрямую регулирует обменные процессы в самой клетке. Для костных теканей, конечно, это значимое. И то, что мы видим на практике, в других законах. Таким образом, если мы человеку задаем на длительное время какую-то позу, или он ее выполняет постоянно и поддерживает постоянно эту позу, и будет формироваться мозная система, ну, фасциальная, мышечная. И я тоже это видел. И способы лечения, которые есть, они были до этих исследований, они были в этом же направлении созданы. Однако, я хотел бы обратить внимание именно на рефлекторную часть, на ту часть, управляющую, поддерживающую наши позы и наше туловище, и наши ноги в каком-то положении. Мы говорим о форме тела, как механической структуре. Можно следующий? Так вот, напомним, что форму тела у нас поддерживает двигательные единицы, медленные, их так называют, двигательные единицы формы можно назвать. Это двигательные единицы, это мышечное волокно, которое потребляет больше кислорода, и соответствующую ферментную систему имеют, и нейрон, который с ним связан в единую, неразрывную цепь. То есть, мы знаем тоже из неврологии, если нерв перелезан, и все, мышечная, не будет мышца, умрет, все. Так что функциональной единице есть двигательная единица, объединяющая в себе мышечное волокно и нейрон, мотонейрон. Так вот, именно эти рефлексы составляют важное значение. И если мы наблюдаем у пациентов нарушение этих рефлексов, то мы, соответственно, наблюдаем и изменения в костной структуре, ну, или в мышечной структуре. Понятно, что это не единственный фактор, который воздействует на костную систему, но очень важно. Итак, таким образом, что ферментное рецепторное поле, поддерживающее нас постоянно через сеть, регулирует, ну, и через вот эти реактивации медленно адаптирующихся рецепторов, и постоянно поддерживает в нас какую-то форму тела. Мы встаем немножко на беклень, направо или налево, ложимся в такой позе, всего лишь навсего из-за того, что, например, с одной стороны, там, где-то у нас эти рецепторы, возбуждены больше, а с другой меньше. И это будет постоянно. И эта же цепочка регулирует и те рецепторы, которые являются рецепторами с изменяемыми параметрами. А у нас они все такие. Они регулируются, их чувствительность, как у датчика. Следующий. Здесь я хочу обратить внимание на эти рецепторы. Здесь как раз они есть. Вот они, известное мышечное вильтенон, то, что составляет нашу регуляцию длины и скорости движения. Рецепторы, которые находятся в сухожилиях, в основном это в боджет, которые регулируют нашу силу, количество вовлеченных в движение единиц двигательных. Ну и очень важные, медленно адаптирующиеся рецепторы, которые влияют на нашу форму. И в том числе позволяют нам приспосабливаться. В последнее время я замечаю, как влияет рецепторное поле скопы, то здесь будет оно представлено в большинстве слайдов. Но это можно распространить и на другие рецепторные поля, как, например, важное афферентное поле – это носоглотки. Этими афферентными полями у нас являются сами органы – печень, почки и сердце. И по замечаниям специалистов, которые пересаживают органы, я с ними общался в Белгороде, например, они говорят о том, что психика человека и его конституция меняется после пересадки другого органа. Ну и возвращаясь к рецепторным полям. Вот идем мы и ударились. И что же происходит? Ну, по болевым рецепторам, да, вот, все это передалось в спиной мозг, и у нас сразу среагировали, как та нога, которая ударилась, согнулась, сгибатели активировались, ну, а в другой ноге возник рефлекс опоры. Это сгибательный рефлекс, так называемый, и афферентом сгибательного рефлекса в данном случае является кожный рецептор «Острый боль». Но активаторами этих рефлексов являются также и другие рецепторы, и в том числе медленно адаптирующиеся. И поиском этих афферентных полей, которые либо слишком активированы, либо не совсем активированы, и разные технологии есть. Ну, например, прикладная кинезиология. В клинической практике, это можно, ведь это используется в клинической практике, самый такой пример, надежный и показательный, хирургия. Хирургия, связанная с выявлением заболевания кендицит, и с самым важным показанием для хирургического лечения. Это так называемая мышечная дефанция, которая возникает над очагом раздражения в выявлении. Да, это как раз те двигательные единицы, которые являются медленными формами, которые на это реагируют самыми первыми. То есть, в клинике и в пропедевтике, если вспомнить, как нас учили раньше, до эры фармакологов и огромного количества аппаратуры, предлагаемые к использованию, то, в общем-то, очень многое исследований было у постели больного, и они позволяли быстро и динамично принимать решения. На этапе у постели больного и принимать решения, в том числе по применению дальнейшего аппаратного обследования или лабораторного. То есть, никакой из этапов не может быть исключен в дефекции диагноза. Ну и для... Что у нас присутствует опеды? Есть такая вещь, как медиальная и утральная двигательная системы. Так вот, касаясь медиальной двигательной системы, это то, что наши осевые мышцы, мышцы туловища, осевые, иннергируют первыми. И чем же они отличаются? Они функционально предназначены для разных целей. Утральная предназначена у человека, это рука, дистальные мышцы, и мышцы нижней части рта, нижней части лица. И мы понимаем, что это то, что связано напрямую с нашим сознанием, с деятельностью нашего сознания, как тембр голоса, сами слова, сами слова или то, что мы делаем рукой. Но то же самое имеет отношение к нашей стопе. Она у нас осталась такой же. Там где-то та же самая система, ну, очень похожая и более сложно устроенная, но связанная с нашей сознательной деятельностью. Так вот, медиальная, мы видим, что сознательно управлять медиальной двигательной системой, вот здесь показана локализация мотонейронов, ее и соответствующие пути, идущие сюда, всего 10% от кардонного мозга идет. Мало того, большинство этих мотонейронов в прямую не связаны с корой, а связаны только через так называемые вставочные нейроны. Таким образом, движение туловища во многом зависит, и в первую очередь зависит, вот они, на 90% от тех связей, которые располагаются в створе, в среднем мозге. И главное, что функционально предназначены для целей поддержания равновесия, для реакции на окружающую среду. И подобное устройство, причем такое устройство 50 на 50, это максимальные мышцы конечностей, где и воля может принимать участие, и очень много... то, что относится к функциям неосознаваемо, и, соответственно, через медиальную систему идет. И здесь мы завтра потом на технических примерах мы видим, что происходит эта ошибка рефлексов, и есть некоторые примеры, подтверждающие этому. на этом слайде здесь показано, что у нас, что большим пальцем, сколько в корее головного мозга, сколько на туловище, вот и нейронов по количеству. И чем же занимается мануальная медицина еще? И очень многие, не только в мануальной медицине, факторы, которые мы используем, мы регулируем суммотерестеральную чувствительность. То есть, если вообще параметры чувствительности переведены с одного уровня на другой, то человек и по-другому реагирует на окружающие условия. Поэтому общие правила большее количество движений и количество движений, допустим, в условиях леса или природы, мы же это и так знаем. Мы теперь-то знаем, насколько это важно, и что мы можем не просто общее это сказать, а выделить конкретную технологию при заданных параметрах начала получить, применив эту технологию, получить заданный конечный результат, изменив влияние на систему сенсорного контроля. Ну и здесь то, что всегда использовалось, то есть химические средства и, как видите, двигательные научения. И также целевое восполнение дефицита про-приворецепции, это то, что имеет отношение ко всем нашим федическим, аппаратным, двигательным разумам и очень часто с биологической обратной связью. В том числе то, что мы всегда можем использовать и изменять себя, или коллектировать себя каждый раз, каждым своим шагом, это ортеза статы и вношение правильной обуды. В этом плане есть очень значимая недооценка, что можно использовать не только как профилактика, но и как лечение. Но и то, что используют мануальная медицина, слабое раздражение побеждает сильный боль. Мы это знаем, подули, площадь рецепторов больше, после травмы какой-то, потому что мы шились, потом мы же дуем. И конкурентная активация маленьких рецепторов чувствительных уменьшает количество импульса от болевого, потому что на входе было 100, а здесь принимающих 5. Понятно, что есть инкуренция за работу. И эти технологии как раз и используются. Ну и рефлекторная система регуляции болевой чувствительности и подавления боли, это опиоидная, она известная, но она также регулируется рефлекторными способами, те, которые мы знаем. Баня, например, или наши эмоции. На этом, кстати, мы видим картинки из анатомических поездов Майерса. Видите, идея по всему миру, она распространяется, оформляется в разные технологии, которые можно изучать, но есть такой нюанс, что, как правило, люди, которые эти технологии предлагают, они предлагают их оформляя свои специфические термины. И это технология продаж. И Российская Ассоциация иммунальной медицины основана на том, чтобы, привлекая к себе и рассматривая эти технологии, выделять в них то зерно, ядро, которое является клинически и фундаментально единым в разных технологиях. Ну и, соответственно, уже используя общепринятые в ортодоксальной медицине термины и общепринятые в фундаментальных науках биологии и физиологии термины и понятия. И тогда все, в общем-то, становится на свои места. Ну, давление на тело меняет форму стопы, меняет работу нервной системы, соответственно, позу и напряжение мышц и распределение давления на костную систему и, соответственно, реакцию костной системы на то, что мы хотим получить от пациента, ну, например, с пириозом. Понятно, что это не единственный возможный вариант, ведь в большинстве случаев применяются прямые механические методы создания давления и изменения этого давления на костную ткань столба. Вот. Но и они имеют значительную, ну, скажем так, побочные эффекты, потому что, как правило, ну, пока я не знаю, чтобы они учитывали в большой степени именно параметры давления на тело для того, чтобы изменить уже саду на позвоночнике. Следующий. Ну, это подобный слайд, только здесь мы видим уже просто другую кинематическую цепь. Следующий. Ну, и наша регуляция двигательной системы, вот они в языке физиологии, то, что метамир, в общем-то, единицы изменений, анализировать какие-то изменения в теле человека, разумной витамили, зная, что здесь находится какой-то отчет, ну, что-то болит, то найти изменения в другом месте или поискать наоборот, они являются если это какая-то такая причина связи. То, что длину мышц кинематических цепей можно менять, активировать или уменьшать, и можно диагностировать очень простым способом, это оценка фиксионным тестом по профессору Саморухова, гемо-модификации, что этот тест применяется по-разному, а Алексей Горьевич выдавил те ключевые моменты, в каких условиях их необходимо применять. Ну, соответственно, коллекцию мягкими методами, медицины, ну, здесь мы видим разные типы перечисленных болот двигательных и те рефлексы, которые в лунальной медицине в разных школах имеют другие наименования или называются своими техниками, на которые я вот нашел и видел, что это является одно и то же и находится и было известно уже сто лет назад ведущими физиологами Шерингтоном, Агнусом. Ну, а вот общие школы и мнение современное ведущих специалистов коммунальной медицины, то, что приемы диагностики и лечения поражения коммунитетной системы методиками иммунальной терапии, остеопатии, крайне-сакральной терапии, прикладной кинезиологии играются одинаково. Менение Сторонца, который владеет и технологией остеопатии, и применяет, и организовал в мультидискарминальных бригадах Санкт-Петербурга врачи, которые применяют эти технологии для активации рефлексов вокруг ишенической зоны во время инсульта окружающих и уже умершие клетки для активации кровоснабжения в них. Техническая идентичность и терминологическая неколепность в мультидискарминальной медицине. Вот, что сейчас есть и с чем, собственно говоря, приходится в основном бороться. Как человек думает, так и будет делать. И не надо вкладывать в какой-то специальный корпоративный смысл в своих словах. Они, в общем-то, объединятся. Я бы такое резюме сказал и под словами Ивана, кстати, Ивановича и в этом деле, которые относятся к тому, что есть отрицание одной какой-то конфессии, мнение другой конфессии, потому что объект у нас один, он обладает одними свойствами, ну, а разным языком названы эти явления. Так бывает, но лучше все-таки одинаково и не воевать. Здесь на этом слайде вы видите фотографию применения в лорд-клинике фиксионного теста по смаруку. Это клиника-медика. Современная лорд-клиника в центре города 1905 года, где не только диагностическое оборудование эндоскопа, в общем, наша клиническая школа, лорд-клиническая школа, грамотная воронежская и оборудована, и хирургия лазеротерапии, и киамик метод применять, но и будут применяться методы диагностики двигательной системы. Очаг воспаления очень быстро может поменять свое, изменить свое течение, а с другими методами не всегда удобно отследить. этим очень быстро постели больного. Следующий. И наши основные вещи диагностика, терапия, вовлечение пациентов в терапевтическую деятельность. То, что, собственно говоря, каждый врач у себя решает, но в силу специфики самой работы чему-то больше отданы мнения и чему-то меньше. Следующий. Природа это то, что откуда мы вышли и идея в том, чтобы формировать условия для естественных условий и контролированные условия для человека и для решения его вопросов. Вот эта идея сейчас является очень важной, доминирующей, а не только нет ни наше. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ